Добрый день, уважаемые подписчики канала Multimedia Laboratory. Сегодня на обзоре у нас Nissan Patrol 2014 года. Машина уже разобрана, обзор начали снимать немножко поздно. Ставится будет устройство Tesla. Ну, собственно говоря, разбор простейший. Снимается в легкую, выдергивается вот такая панель. Нужно подложить вот сюда что-нибудь, после чего снимаются вот здесь вот две накладки, здесь и здесь. Они идут вот прям до отсюда. После чего нужно отвернуть, соответственно, здесь винты, отдернуть вот эту накладку, снять с нее разъемы. Под ней у нас стоит вот такая вот музыка. Машина в топовой комплектации с круговым обзором, вот с такими вот разъемами магнитола. Подчеркиваю, есть круговой обзор в автомобиле. Автомобиль 2014 года. Чтобы снять эту музыку, нужно будет призернуть вот эту панель, потому что два винта находятся здесь. Снимается верхняя накладка с двумя воздуховодами. Соответственно, также, ну, как во всех Ниссанах, блок комфорта, ну, в Муране, в QX70 блок комфорта стоял на штатной магнитоле. Его сразу нужно перенести и спрятать сюда за магнитолу. Какие могут быть подводные камни при установке? В комплекте лежит три комплекта проводов под 2018 и два... один комплект по 2018 год и два комплекта под 2017. То есть, если машина с круговым обзором, то определяющим является вот этот вот разъем. Круговой обзор у нас снимается вот с этого разъема, который уходит, соответственно, на штатный монитор. Вот он. Вот он вот здесь вот. Одну секунду. Ну, собственно говоря, у меня воткнут сюда. Вот. Определяющим является вот этот вот разъем. То есть, если машина с круговым обзором, то используется проводка вот с таким вот разъемом под круговой обзор. Если машина без кругового обзора, соответственно, там есть еще одна проводка, на которой написано 2017. И там будет написано 7-инч, то есть экран меньше. Это под 8-дюймовый экран. Проводку 2018, если машина не 2018 года, не используем, потому что совершил досадный промах. В проводке 2018 года есть вот такой вот разъем. Не обратил внимания, хотя знаю, что круговой обзор снимается с разъема, который вставляется в штатный монитор. Я вставил его вместо штатного монитора. Ну и, соответственно, выбил предохранитель. Будьте осторожны. Эту проводку использовать, на которой написано 2018, исключительно для автомобилей 2018 года. И, соответственно, круговой обзор там снимается с другой колодки, вот с такой вот. Это как на QX70. Что еще? Ну, сразу под дефолтно не запускается круговой обзор. Сейчас после установки устройства покажу, какие настройки нужно выбирать, чтобы все заработало. Что еще? Соответственно, разъем штатного USB у нас находится вот здесь вот наверху. Нужно использовать тот, который вставляется в штатный монитор. При установке в мультимедиалаборатории всегда используются штатные GPS-антенны. То есть мы будем подключать штатную GPS-антенну. Ну и, соответственно, должны быть подключены следующие типы разъемов. Круговой обзор от штатного монитора. Соответственно, системный разъем, вот, ну, разъем питания. Разъем с коншинами. Вот такой вот. Этот разъем, я так понимаю, что можно не подключать, потому что здесь земля и АЦЦ уходят в пустоту. Для чего сделали это китайцы, пока непонятно. Разъем антенны. И, соответственно, в воздухе у нас остается вот этот вот один разъем с четырьмя, с пятью проводами. Этот разъем остается в воздухе. Блок комфорта надежно крепится туда. Соответственно, разъемы, которые соединялись в штатную панель, тоже остаются в воздухе. Что еще не спешу отметить. В комплекте с проводкой есть вот такой вот разъем под конбас. Конбас находится в нижней части самой магнитолы. Он встроен в блок кнопок. И искать его как отдельное устройство не нужно. То есть сейчас покажу, когда буду собирать, куда его вставить. Вот так вот непосредственно выглядит головное устройство. Ну, как видите, воздуховоды уже перенесли. И кнопочка аварийки тоже переносится сюда. Собственно говоря, вот разъем, про который я говорил, где находится конбас. Паниковать по поводу отсутствия конбаса не следует. Конбас находится здесь. Ну и дальше приступаем к сборке. По итогу, что мы имеем? В настройках нужно сделать следующие опции. Ну, выставить русский язык. Закрой дверь, пожалуйста. Для того, чтобы правильно работал круговой обзор, нужно зайти в настройки. Соответственно, расширенные настройки. 8.8.6.1. Окей. Выбрать, соответственно, модель автомобиля. Туле Хай. И по умолчанию стоит 17-й год. Нужно выбрать 18-й. Иначе не работает вторая зона климата. И не работает круговой обзор. После этого окей. После этого нам нужно в дополнительных настройках включить обязательно аудиофейдер. Потому что машина с круговым обзором оборудована системой базе. Подключены силовые выхода. И, соответственно, она играет очень громко. После того, как вы включите аудиофейдер, будет играть гораздо тише. Ну, то есть, соответственно, на единичке она будет играть так, как нужно. Что еще нужно сделать? Ну, собственно говоря, и все. После этого нажать сохранить и перезагрузить. Аварийка работает. Штатный USB у нас работает, соответственно. Видим значок штатного USB. И играет музыка. Кнопки на руле работают. Соответственно, вот так выглядит круговой обзор. Парктроники работают. И передний контур, и задний. Собственно говоря, обзор на этом закончен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, задавайте вопросы. С удовольствием расскажу и подскажу по установке.